Кольцо сжимается. США окружает Россию сетью центров по разработке биооружия. Госдеп США признает, что активно участвует в их организации по всему постсоветскому пространству. И в частности в Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Украине, Армении и Грузии. На базе Тбилисского центра отрабатывает свои задачи управление медицинских исследований сухопутных войск США. В нашем центре и в этой лаборатории одновременно, наверное, проходят исследования в рамках около 45 проектов. В основном это лаборатория по гриппу, лаборатория по корью и еще лаборатория по полиомилиту, где мы обслуживаем полиомилиту, также и Армению. Он выполняет многочисленные заказы Пентагона. В самой Америке за некоторые исследования в области биооружия могут просто посадить. А в Грузии разрешают ставить любые опыты. США уже потратили на них почти полмиллиарда долларов. Правда, официально предпочитают об этом не говорить. Все эти сплетни, всякие спекуляции идут, что как будто мы здесь чем-то занимаемся. Почему мы сотрудничаем с американскими партнерами и, может быть, совместно с ними мы что-то здесь, значит, какие-то секретные исследования. Однозначно я еще раз хочу подчеркивать, что этот центр является центром высокого уровня по научным исследованиям в области биомедицины. Между тем, в прессе уже не раз обсуждали, откуда внезапно появляются мощные современные вирусы, такие как свиной грипп или ЗИКа. Есть подозрения, что они могли быть модифицированы искусственным путем. А в случае серьезной эскалации международной обстановки, такие вирусы могут стать элементами биооружия.